31-й тур германского чемпионата преподнес немало сюрпризов. Мячи, посетившие ворота команд, не щадили ни откровенных аутсайдеров, ни потенциальных чемпионов. Байер на своем поле принимал гамбург. Команда, находящаяся в первой тройке, с легкостью расправилась с среднячком, допустив вначале лишь одну-две опасных ситуацию своих ворот. На 13-й минуте первый мяч оказался в сетке гостей, и Байер продолжал прессинговать. Ульф Кирстен, недавно названный журналом Кикер лучшим нападающим Германии, выкатившись на ударную позицию, головой вколачивает черно-белое ядро в ворота, не оставив голкиперу и шанса. 2-0. Во втором тайме Мейер получил перелетевший через головы защитников, видимо подумавших об аутсайде, мяч, с легкостью переиграл вратаря и увеличил счет, а заодно и похоронил надежды Гамбурга даже на ничью. В оставшиеся полчаса, не прекращая атаковать, хозяева продолжали расстрел противника. Четвертый гол погрузил гамбургского кипера, будто в состоянии еще большей депрессии. Байнлих после паса с правого края, что из силы, выстрелил поворотом с 4 метров. А заключительную и очень жирную точку на 73-й минуте своим автоголом поставил защитник гостей Хердж. Выигрывать с крупным счетом для Байера в этом сезоне – обычное дело. И особенно это касается второго круга. После январского перерыва команда Даума одержала 5 результативных побед, а первый бомбардир Бундеслиги Ульф Кирстен забил в этих играх с избыточным счетом 13 мячей. Кайзер Слаутерн проводил свой 30-й матч в сезоне на выезде, посетив Ростокскую Ганзу. Счет на первой минуте открыли хозяева. Барбарос получил адресованную ему с правого фланга Нойвелом передачу, пробил с 3 метров. Гол – результат серии ошибок оборонцев, лишь подстегнул подопечных Рихайер к активным действиям. Понадобилось около 20 минут для того, чтобы Риша, получив фантастическую передачу с расстояния в метр, загнал мяч в сетку. Сравняв счет, Кайзер Слаутерн вновь слегка расслабился и Даве, красиво обыграв неуверенно вышедшего из ворот голкипера Красных Дьяволов, а заодно и пришедшего на помощь Райнаки защитников колотил мяч в нижний левый угол – 2-1. За 20 минут до финального свистка футболист Ганза с клубно-патриотической фамилией Ганзауге, выступая пусть и невольно на стороне противника, окончательно сравнивает счет. Лидерство Кайзер Слаутерн достигло апогея почти два месяца назад, в 29-м туре, после чего команда Рихагеля очень медленно набирала очки, а три последние недели вообще не может выбраться из ничьей на ямы. За три тура до окончания чемпионата Армения принимала Баварию. Игра представляла из себя цепь вратарских ошибок. Сначала голкипер Гастей Кан не смог даже прикоснуться к влетающему в ворота мячу, а вслед за ним на 27-й минуте его визави арминец Кох выстрелил стенку таким образом, что сам не увидел момент удара, и гол явился для него полной неожиданностью. 1-1. Восемь минут спустя Кох показал, как еще он может роковым образом ошибаться. При подаче углового мяч на несколько секунд завис в воздухе, но белифельский голкипер так и не смог до него добраться, почему-то оказавшись ниже Бабеля. 1-2. Баварии пора бы уже начать брать игру в свои руки, ведь в чемпионской гонке команде Тропотоне нельзя ни шагу отступать. Но тут вновь необъяснимым образом подводят Кан, запустив в ближний угол после удара Штенкоффа. 2-2. И все начинается сначала. Игру по-прежнему формируют регулярные вратарские ошибки. Очередная атака Баварии не встречает в штрафной Коха ни малейшего противодействия. Забить мог любой из четырех прибежавших к воротам мюнхенцев. И после удара Нерлингера Бавария во второй раз в этом матче повела в счете. После перерыва команды и не собирались отказываться от полюбившейся им безумной игры, в которой не было места оборонительным действиям. Миддендорп и Тропотоне не стали менять вратарей, словно подстегнув их в тех самым совершать все новые и новые оплошности. Кох неудачно отбил мяч после штрафного, а добавить его в сетку готовы сразу двое, однако арбитр обменяет бол из-за офсайта. В конце игры к неудачам голкиперов стали прикладывать части собственных тел и полевые игроки. На 74-й минуте Стратос рихошетит мячом о грудь Шолля, и не самый опасный стандарт оборачивается голом в незащищенный ближний угол. Куфур пошел дальше. За 7 минут до свистка он вывел Армению вперед, когда в рискованном подкате на линии ворот попытался прервать прострел слева. И страшно подумать, чем все это могло закончиться для президента на золотые медали чемпионата, если бы не решимость Матеуса идти в атаке на 87-й минуте до конца. 4-4. Бавария и Кайзер Слаутерн продолжают борьбу за золото, однако кроме этого им нужно во что бы то не стало удержать дистанцию с Байером, который еще не потерял шансов попасть в лигу чемпионов.